Всем привет! Я думаю, что я вам уже надоелся своим сенажом, но все-таки хочу до конца разобраться с этой темой и как, чего, чтобы и вам было понятно, и мне до конца разобраться с этой темой. Не так все однозначно, как я говорил, что сенаж хранится, все зашибись, это охренительный корм. Да, все это верно, все это так, но единственная проблема с хранением. То есть, смотрим вот так вот, сенаж у нас раз дырка, вон те дырка, вон дырка, два, вот мы прям смотрим их, три, вот четыре, вот прям все пять, вот все, это все вороны. И фактически в этом рядом все рулоны вскрыты, птицы, птицы здесь вьются вон постоянно. То есть, на днях обратился к полякам, полякому, все-таки они Европа, они не то, что Европа там, или поляки, как что-то я хочу сказать этим. Ничего не хочу сказать, хочу сказать, единственное, что все-таки они много очень мотают, и уже давно этого сенажа, все. Почему вот это вот у нас происходит, почему вот у нас клюют вороны, а у них нихрена не клюют. Все, ответ был получен однозначно, и все. Было сказано так, что вот это вот хранение в поле, вот в поле, вот это все, это неверное хранение, неверное. То есть, либо надо складывать в пирамиды и накрывать, то есть, один на другой рулон, на торец и чем-то накрывать. Тогда меньше, меньше проклевывается вот это все воронами, птицами, меньше проклевывается. А такое вот хранение, это неверное. То есть, его надо вывозить с поля, вывозить куда-то, либо к хозяйству, либо площадку возле хозяйства, и там оставлять. Там будет меньше. То есть, все-таки вот эта вот природа, открытость, вон она каркает, падла. Открытость, местность и доступ, они постоянно здесь тусуются. На поле собирают эту пищу себе и дергают наши рулоны. Сейчас мы вскроем, посмотрим, что здесь в нем есть. То есть, вот после этих ворон, вот прям Игорь ножик, он сейчас подъедет. И вскроем его, посмотрим. То есть, два или три из десяти рулонов, вот мы сейчас вывезли, два рулона у меня было не этот, некачественно. Большой процент, ну, большой, небольшой, не знаю. И хочу вот этот ряд попробовать. Почему? Потому что это была смоленская. Почему-то смоленскую они очень любят пленку. И у меня такое ощущение, что это была, да, не агрострейч, а простая обмоточная пленка. То есть, упаковочная, так называемая. Вот сейчас мы вскроем и посмотрим. Да, давай вскроем как консервный торец, посмотрим, то есть, что там такое. Он дырявый, блин. Все-таки это смоленский или не смоленский, то есть, в чем проблема-то у нас. Ну вот. Все это видно. Да? Так, давай вот этот попробуем. Выходи, фикс-палю убирай. Ну, сейчас его вывезешь. Хотя, помнишь, трава-то была нормальная, да, смоленская? Нет, получше. Ну-ка. Вот у перелечка, да, короче, у меня попало. Вот такая же, да? Да, как-то. Он брал, он стал рядом. С первого? Со второго. Со второго, да? Этот не лучше, этот намного лучше, но это сенаж, Игорь. Это сухой сенаж, этот весь ряд сенажа, да, нам надо силос. Давай его сверху посмотрим, покажем, верни. Так, чуть-чуть вскрой. Ну, хватит. Ладно, этот закинем тогда туда, к прессу овцам. А силоса сейчас... Ну, вот у нас следующий ряд. Сейчас покажу, тут есть, есть. Вот дырки, это июньские, то есть это первое. Вот это потом, ну. Здесь вот на торце они стоят, как бы меньше их, но вон тоже проклеваны. Так, давай вот этот зеленый вскроем, он дырявый. Вот как раз это, где будет силос. Да. Да и не вот так вот. Ага. А вам паковская пленка. Что-то мы опять вскрываем и опять это сенаж, да? Да. Ну, вскрывай, вскрывай его, посмотрим, что. Давай, давай, дальше, дальше, дальше. И вот он весь в этом грибе. Давай бок и посмотрим, что. Но не показатель, что он внутри, да? А внутри он половина наполовину. Не, он плесневый пошел. Давай этот рулон туда. Вон к тем. Закинь в кусты. Подъезжай, вывези его. Так что вот такие вот пироги. Не так все это однозначно и прекрасно. То есть особо условия хранения. То есть его надо попытаться максимально сохранить. Ну ладно, больше в поле показывать не буду. Покажу рулоны возле дома, который мы готовили там. То есть как они сохранились. Ну, сейчас Игорь его да вскрывает. А то там ножик, конечно. Да, это тоже надо поправить. Что-то он запах такой сильно кисловатый, да? Да. Ну вот наша сторона пока нормально все, да? Да. Нет, я думаю, что ему хана. Да нет. Что-то. Да, берем его, забираем. Будем кормить. Так, сейчас тогда стенаж закинем мне, да? Ставлю несколько кадров. Это у нас возле дома, возле сарая, огородик. И вот так они сохранились. То есть вот есть, видно, что сидели птицы. Но ворон точно не было. Вот так. Сейчас еще одну пачку. Ну вот это совсем рядом у нас. Я здесь пахал, посажал овес, клевер. И вот так вот рулоны сохранились. Отсюда мы уже брали. То есть явно таких следов, пробития я как бы не вижу. Да, вон ремонт был. Но это опять же от того, что оно само по себе. И сейчас еще пачку. Ну вот, огород был. Тоже сеяли. Он, Игорь, уже подъезжает. И вот. Видно, что сидели. Но ворон, блин, не видно. Это вот возле дома. Так все-таки, делая вывод о том, что где же лучше сохранить и как оставить этот сенаж на зиму зимовать, я сделал вывод, что все-таки надо вывозить все. При обмотке, после обмотки сразу вывозить их к дому, к сараю, к месту кормежки, и там их хранить. И оставлять их в поле. Потому что все-таки птицы, они долбят этот сенаж и будут значительные потери. Но опыт он, и все-таки есть опыт. Я мотаю только второй год, так что у кого есть более такой опыт, пишите, комментируйте. Посмотрим. Ладно. Ну все, на этом видео заканчиваю. Кто не подписался, подписывайтесь на наш канал. Наверное, уже зимой сниму про этот сенаж, посмотрим, как, чего. Не знаю, передаст камера или нет, но, но вот это вот прям сено, вот это вот сенаж, то есть как мы его закатывали, вот, зеленый, так он и остался, он сверху. Был такой вот чуть-чуть плесень, отобрали так, а остальное это вот такой вот, вот это настоящий сенаж. запах такой, ну вот это вот, а? Да? Ну вот, это вот настоящий сенаж. не знаю, насколько будет видно. Ну ладно, как-то вот так вот.